Ну что, виворазумисто, хлопчики, мы дожили до того времени, когда наконец-таки вышел Приблуды часть 2, в которой я буду обозревать замечательный микрофон на EDCM 1150 или 1150, как кому больше нравится, конденсаторный, нет, не так, студийный, вакуумный, ламповый, конденсаторный микрофон Да, я прочитал это на коробке, потому что сам я бы не смог так сформулировать Итак, что мы имеем? Честно говоря, я думаю, что ограничусь описанием собственных ощущений от данного микрофона, потому что все технические характеристики и скучные цифры я лучше вставлю скриншотом сюда, и вы сами посмотрите, если вам это интересно Какие впечатления лично у меня? Когда первый раз я знакомился с этим микрофоном, он был на студии И в будке он звучал совершенно иначе, чем звучит здесь, понятно, потому что здесь немножко неподготовленные условия для этого И вообще нужно ставить какие-то шумоподавляющие панели, чтобы он раскрывался полностью, так как он очень чувствительный Но тем не менее, обстановка в моей комнате такова, что она небольшая, и здесь очень много всякого хлама, который гасит звук Что-то типа ковров, диванов и прочего дерьма Поэтому звук можно сказать на 4 с плюсом В принципе, но полностью он, конечно же, раскроет себя именно в студийных условиях Что касается непосредственно самого сигнала, то я могу сказать, что у него есть такой приятный песочек на верхах Что касается низов, даже не знаю Пишет он, в принципе, неплохо В целом Если сравнивать, допустим, с какой-нибудь октавой, то октава просто не в обиду глухая хуйня по сравнению с этим Ну, это просто такой спор о вкусах, можно сказать Так что мое мнение здесь, оно будет вот таким субъективным И да, я думаю, вы уже заметили, что это за оранжевая, ой, желто-зеленая хернюшка на микрофоне Так вот, объясняю Так как я взял этот микрофон Вначале он был на студии, потом студия успешно завершила свое существование И все оборудование оттуда начало распродаваться Этот микрофон я приобрел с рук Тогда вроде как это было 10 тысяч рублей Опять-таки до кризиса Почему опять-таки? Потому что в прошлых прибудах я что-то про это говорил Что-то про докризисное время, не важно Вот И, так скажем, владелец этого микрофона Давал попользоваться какому-то своему корешу И этот кореш, он решил заглянуть, значит, что у нас внутри Вот здесь, под этой сеткой Ну и как человек, не особо обремененный интеллектом, мягко говоря Он просто взял и отвернул вот эту сетку Ее просто сломав Она, если что, не откручивается Откручивается все это дело вообще снизу Вот там Ну так не видно Короче, короче Фокусируйся, прошу тебя Да Вот здесь Вот здесь все это дело откручивается Ну, в принципе, не важно Вот тем самым нанеся как бы увечье микрофону что просто я не знаю я не знаю как это сказать я уже не буду гнев гневаться на него мы не будем но то что он долбаёб понятно по его действию так что у нас значит прилагается в комплектации к данному микрофону поп-фильтр это он не входил в комплект в комплект ходил входил как раз вот этот паучок вместе вот с этим вот хотя это часть паучка поэтому можно не рассматривать отдельно стойка была приобретена отдельно далее мы берем вот этот вот скольки пиновые то господи сейчас посмотрим так секунду 1 2 3 4 5 6 7 7 пиновый нет не буду втекать иначе долго будет короче 7 пиновый кабель который вы вряд ли где-то найдете причем 15 метров или я вроде тоже сказал в общем не важно далее у нас идет питание питание выглядит таким образом не фокусируется нихера питание выглядит таким образом сзади это как-то подлезть надеюсь видно видно да так видно сзади у нас кнопка вкл выкл соответственно для кабеля еще тут честно говоря отсюда я не вижу что это переключатель есть потом выясним этот вопрос этим не пользовался вот имеется у нас имеется у нас прям такой вот альта супер дешевый китайский который кстати тоже закупался отдельно он не идет в комплекте естественно на два канала вот сзади там ну ничего интересного я думаю что я может быть даже часть альта захватил пока показывал power supply вот провода тоже кстати докупались отдельно и я вам так скажу если вы собрались покупать все 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 вот это дело рассчитываете внимательно смотрите сколько стоит проводка потому что на проводке в тот момент я разорился остался без еды и вообще охуел многие эксперты кто будут смотреть это видео что конечно же вряд ли но чем бог не шутит наш сварок скажет что нахера такой длинный кабель он же портит качество но другого не было в комплекте плюс подразумевается что микрофон видимо будет использоваться на студия на студии всегда лучше уж кабель по длине чем покороче потому что неизвестно на какое расстояние нужно будет его выставлять относительно компа непосредственно приемпа вот 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 сетку я снимать снимаю в комплекте кстати чего еще есть ветрозащита сейчас его достанем станем ну ничего особенного короче она выглядит просто вот как такая штучка которая надевает сверху не буду одевать сейчас сетку броню что-то хотел сказать про ветрозащиту то что она в принципе может быть использована но мне не нравится что она убирает сильно эски вот эти вот песочек итоге получается звук ну не как у октавы но мне не нравится так что еще при него рассказать да я думаю что наверное все примеры записи единственное да наверное что осталось это показать на какие-то примеры записи которые есть я не думаю что стоит делать какой-то отдельный по этому поводу отдель отдельную сессию я думаю что просто в свои треки включу в этом видео и вы сами послушайте но кто слушает принципе мы музон он что ознакомлен с этим всем делом ну вот короче цена этого микрофона конечно сейчас варьируется почему-то от 18 до 25 я находил может если вы найдете дешевле это круто но может связано с тем что я просто купил воду кризиса с десятку этой бушный с небольшими косметическими повреждениями но тем не менее он работает достаточно хорошо я помню как-то на стримах я жаловался на то что здесь что-то лампа уже перегорела что проходит где-то час времени он начинает хрипеть и все-все-все в общем я начитался как грамотный человек симптомов в интернете сделал неправильный вывод на самом деле дело было просто в стриме в стриминговой программе которые используют для того чтобы стримить поэтому с лампой все в порядке слава богу надеюсь после этих слов все останется также и в общем в общем в целом вот так вот такие вот дела ладно переходим значит треком может там будет еще какое-то послесловие но если не будет то я на всякий случай с вами попрощаюсь и призову вас активности под видео друзья если будет активность под видео будет больше видео это логично так я понимаю что это интересно людям соответственно все домой все всем удачи и да да не удивляйтесь все таки здесь будет предисловие потому что я считаю что она необходимо дело в том что звук который вы слышали который был записан в треках непосредственно был подвержен различного рода обработкам чтобы объективно оценить как звучит сам микрофон нужен чистый сигнал вот так звучит микрофон я сейчас спешусь на него а также я хотел добавить что условия которые есть для записи в моей комнате они скорее подходят для вокала не очень громкого либо для рэпчика если сюда войдет какая-нибудь монтерат кабалье то я думаю вы понимаете что получится нужно специальное помещение в котором можно орать и не будет отражений у меня орать не получится пик но думаю сказано более чем достаточно относительно данного девайса если вы хотите приобрести нечто подобное то я сомневаюсь что вы найдете это в магазинах однако чем черт не шутит допустим свою звуковую карту и си ай джулия которая перестала выпускаться по моему в году одиннадцатом или двенадцатом я нашел в магазине музыкальном одного маленького города и она там лежала вся в пыли продавалась за 5000 рублей как бы до шок ну и других эмоций здесь я думаю что быть не может ладно друзья с вами я уже попрощался задавайте вопросы если вдруг что-то непонятно или что-то я не до рассказал потому что одна голова это хорошо две головы этого герб российской федерации я не знаю шею несу в общем начался какой-то бред шизофазия всем удачи ставьте лайкосики и успех